Как избавиться от сорняков, секреты чистых грядок, одуванчик, прополка грядок и цветников, занятия не самые увлекательные, но даже с такой скучной работой легко справиться, если найти правильный подход к делу. Существует, без малого, 10 способов избавления от сорняков на участке. Эти меры помогут облегчить жизнь дачникам и защитят посадки от агрессивных соседей. 1. Безотвальный метод обработки грунта. Борьба с сорняками должна начинаться еще на этапе подготовки грядок под посадку. Сторонники органического земледелия сегодня активно применяют безотвальный метод обработки грунта. При нем землю перекапывают только один раз, в момент первичной обработки. В остальное время грунт только рыхлят. Рыхление. Чем хорош этот способ? При нем семена сорных трав не выносятся на поверхность и потому не прорастают. В то же время семена, занесенные на участок ветром, серьезного вреда культурным растениям нанести не способны. Чтобы почва на грядках не оседала, вокруг них можно установить невысокие ограждения из досок, кирпича или плитки. Дорожки можно присыпать мульчей, гравием, корой, щепой, тогда сорняки не смогут расти даже здесь. По такому же принципу можно защищать и растения почвопокровники, которые растут в ракариях или на альпийских горках. Нужно прополоть цветник, укрыть почву пленкой или картоном, а сверху насыпать слой земли, в который будут высажены растения. Далее пространство между культурами нужно заполнить гравием, керамзитом, щепой или корой. 2. Мульчирование Один из самых надежных способов избавления от сорняков – это мульчирование. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света. В качестве мульчи можно использовать самые разные материалы. Перегной, компост, торф, сосновую кору, солому, сено, скошенную траву, опавшие листья, скорлупу орехов и яиц, бумагу. Однако подбирать их нужно с умом. Например, если вы используете в качестве мульчи торф или сосновую кору, то они могут повышать уровень кислотности почвы. А в таком грунте сможет расти не каждое растение – мульча и скоры. Кроме того, вместе с мульчей в огород или цветник легко занести сорные травы. Такое может произойти, если вы используете перегной, торф или незрелый компост. Так что возьмите на заметку, что цветы сорных растений класть в компост ни в коем случае не следует. Как проверить компост на наличие семян сорняков? Весной полейте компостную кучу или перегной водой и накройте пленкой. Если через пару дней на ней появятся всходы, значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя. Нужно дать ему дозреть. Помочь в этом могут М-препараты. Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники, садовой земляники. Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле. Черная пленка не только подавляет рост сорных трав, но и прогревает почву. 3. Использование гербицидов. Если своими силами справиться с сорняками не получается, придется прибегнуть к помощи химических препаратов, способных уничтожить агрессивное сорное растение. Многие из этих средств относятся к гербицидам широкого спектра действия, направленные на уничтожение многих видов сорняков. Одним из зарекомендовавших себя препаратов является Раундоп. Применяя любой из гербицидных препаратов на своем участке, помните, что это химическое средство, обращаться с которым нужно очень осторожно. 1. Соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкции на упаковке. 4. М-препараты. Если вы не хотите применять химические средства, можете попробовать избавиться от сорных трав с помощью бактериологических препаратов. Сорняки нужно подрезать острой тяпкой, а затем следует полить участок раствором М-препарата. Для этих целей подойдет, например, Байкал М-1. Средство нужно разводить в воде в пропорции 1-100. В результате, оставшаяся в почве корневая система сорняков быстро переработается. Такую обработку участка лучше всего проводить в осеннее время, когда грядки свободны от основных посадок. 5. Смешанные посадки значительно уменьшить количество сорняков поможет смешанное выращивание на одной грядке, клумбе, овощей, ягод и трав. Это нужно для того, чтобы второстепенные растения выполняли функцию мульчи, не оставляя места для роста сорной травы. Продолжение следует...